Дорогие друзья, привет снова в зале у Павла Ищенко, чемпиона мира и Академа. Чемпион Академа – это мое главное достоинство. Главное заслуга. Поэтому дельков выдашь в порту. Выкупать тюбик. А ну прекратите, Павел Ищенко вообще не пьет алкоголь. Ни разу в жизни не видел его с бокалом. Скайерский бик, да, ты ж там за даркоматами гонялся. Это скорее всего бег был на короткой дистанции. Блять, я против собаки бегал и поебал, прикинь. Сука, ёбанный французский бульнохо такой бедрила маленькая, быстрее меня пробежал 100 метров. Как мне потом это загружать? Не знаю, я так быстро бежал, а оно хуело мордатые. Давай по-жёстче. Станешь звездой, попадешь на канал. Придется тянуть красиво. А ну что ж, Паша хуёва тренирует. Я звёзд с неба не ловлю, Паша. Представляешь? Это тебе не на скаталке прыгать по утрам. Давай, 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 пожёстче спинку. Ноги включай, не забывай, чего я тебя учил. Разводи их. Колени в стороны больше. Свет, ну силой потянуло. Ты забыла, реально, ты отпустила от себя на сантиметр штанги. О чём размечталась? Сейчас надо будет собраться на следующий. Потому что силой, всё силой. 140 так силой не прокатит. Разведи больше ноги и на себя больше штанг. Жаль, что будешь средним удержать. 140, 6 по 4. Даже Наталочка моя ворвалась в зал к Павлю. Решила немножко тренироваться. Прокачать свою попку. Малыш, скажи, в этом зале хочется тренироваться. Дамы и господа, встречайте. Павел Ищенко решил потянуть всего-навсего. Сколько? 170? Да ни хуя. Фу, позор, стыдоба. Но всё же давайте посмотрим, как он это делает. О, если бы тебя кто-то на телефон, пожалуйста. Я тебя перекину в хорошем качестве. Ну, блядь, век живи, век учись. Ну, давай, старик, попробуем. Тяга всё-таки. Король, блядь, один делал, по-моему, много. А Паша Ищенко, чемпион Академа. Малыш, ты сняла? Да. Мне когда ты не сняла, мне тебе был пиздец за Пашей. Бодя, короче, лазусь жрать, Бодя снимает, понял? И, короче, ну съёмка ведётся, я мощусь, настраиваюсь там по еблу бью. Оп, снимаю, выключается съёмка. И включается, когда я ставлю штангу. Я говорю, блядь, ну это как так, нахуй? Ты типа всё, снял всё, кроме того, что надо было, блядь. Так, а что так произошло? Потому что я натиснул. Потому что я натиснул. Из-за того, что нет свежести, не хватает тебе силы раскрыться и натянуться. И приходится спиной, это у всех там. И начинаешь вот, ну, просто силой работать. Нет другого выхода. Только такая музыка играет в этом зале. Нет, когда я тут там... А, он тебя целует. Старик, что ты по формату, что за радиостанция? Что скажешь? Ну, плохо, что. Ты присел, да? 90? Да. С коньяком, да? С зубами. Бля, мне нравится, как Паша убивает. Всю мотивацию. Пришел потренироваться. Рекорд 180. Паша 190 с коньяком присаживаюсь. Бля, ну как так делать? Это дисциплина, роки тренувания, факультет визвихования, Ольга Володимиря. Мотивация. Хореография. Это вся хуйня. Все начиналось. Если к ней вот это... Мягким кроком. 331 ты к ней потянул никогда в жизни, старик. Все из-за того, что... Раз, типа... И мягким кроком. Помнишь, да? За МРВ, да. И сначала все хи-хи-хи-хи, а потом оп, и в паре погнали. Польку помнишь? Блядь, я не помню Польку, я помню, я с этой... Ласточки хуя... И не сдаешь, идешь потом на тренировку. С зинками завтром. С хипнастом. Что? С зинками завтром. Ну будешь тянуть через неделю 80 хуёво. Ну то есть как бы это все... Это ж легкое через неделю. Ну легкое, потом хуёво будешь тянуть легкое просто. Тут как бы... А оно тоже, я смотрю, Днепропетровские там эти долбоёбы. Что вы как-то, сознательные. Потом... Ой, я что-то с ним потянул. Конечно, ты ж долбоёб. Нахуй ты это делал на стадионе, придурок, сука. Ты ж пауэрлитингом занимаешься или хуйней? Пойти. Что там было делать, я делал. Придурки, сука. Зомбиленд этот, блядь, по всей Украине. Блядь, не ходили главное вообще в зал, тут, блядь... Шмошники, сука. Ну так что, даже для здоровья ходить не надо? Нахуя себе? Иронавирус, даже эпидемия. Собираешься... Батый долбоёб, пиздец. И в инкубаторные придурки от трубы отжимаются. Что вы так накачаетесь, ты, сука, 40 лет ничего не делал, придурок. То есть надо было всем начинать. Надо было, чтобы тебя папка твой, дебил, отвёл на секцию. И ты там что-то делал. Нет, ты, сука, не тренировался, на физкультуру форму не брал. Отключился на дебила какого-то. По профессии не пошёл работать. Пошёл здесь, блядь, охранником или ещё каким-то придурком. Тут тебя в 40 проснулись, блядь. Спортивное качество, да? Не знаю. Ещё, блядь, пойди вдох, обязательно на тренера отучись. Чтобы, блядь, и с резинкой делай разводки. Наверное, плечи нахуй такие, как у Рони Коломана повырастают. Отчего, блядь? Как у меня? Надо деки ебашить по несколько кубов, теста, метан жрать. Ну, как бы их приседать, тогда будут плечи. Отчего они будут? От резинки и пельменей не будут плечи. Надо формить. Ну, ебать, это, блядь, правда жизнь. Как, а, твои прически все мечтают? Малыш, ларится такая музыка? Нет? Ты что? Прекрасная музыка. Когда ты, блядь, запишу альбом, блядь, линдеман будет курить. Там, ебани, он охуеет. А Паша... Ебать, я снова знаменитый. Честно. Линдеман сразу, блядь, давай будешь у меня с листом там что-то. А я-то не, ни хуя. Я лучше пойду к дидзю, блядь. Блядь, про миллионы, блядь. Чем про Кадиллак. Тоже вариант. Я сейчас бы Кадиллак, блядь, кстати, за стой миллиом маршрутки не ходил. Загрузил бы 10 человек, да? Без бабла, но на Кадиллаке на капот посадил. Все в масках. Это просто. Это находка. Я думал, ты просто глюкозу повышаешь у тебя в организме. Конечно. Хорошо, что я не все напитки показываю, которые присутствуют в этом зале. Дело в том, что в профессиональном лифтерском зале должен быть на шатыр, присыпка детская, магнезия, коньячок, минералочка. Ну и пепси, в принципе, да? Пепси, да, нормально. Шоколадочка какая-то. Посмотри на Милу. А она такого не может быть, чтобы у нее в пакете сникерса не было. Мила, есть сникерс в пакете? Да. Еще и не один. Похаваем. Надо пожрать седаясь. Зачем тебе? Блядь, чтобы тянуть 210. Мне нравится, знаешь, как? Я вообще работаю ведущим на корпоративах, и девочки, здравствуйте. Там такие милые все. Заходишь в зал, а здесь такие девушки. А зачем тебе еда? Ну, блядь, пожрать нахуй. Ну, я немного добавил интонации, а? Ничего не поменялось. Жесткие здесь девушки у вас тренируются. Ты думал, я сам охуел же. Нихуя себе у тебя корпоратив, ты что охуел? Ты же был Витя с Кировой. Ты же с аппаратурой, старенька. Что изменилось, значит, перевода. Ты же приехал, я не его таким помню. Ты же Ромке в караунке за пиво рассказывал. Скорость. Скорость света. Свет, почувствовала, как отъехала штанга? Ну, ничего не поверил. Отъехала, отпустила из-за этого. Старайся, сейчас еще один подход будет, но постарайся ее максимально к себе. Она будет. Что? Я подходит. Я еще не решил. Потому что спиной, я просто, ну, я всегда приезжаю на соревнования, и когда вот так тянут, я говорю, ну, я подхожу к спортсмену, говорю, твой тренер гондон ебаный. Просто чучело ебучее, куда оно смотрит, нахуй. Какого хуя такая тянут, ну, тренер, значит, гондон, поэтому я не могу позволить, чтобы мои подопечные так тянули. Я ж не гондон. Какие? Павелик, спасибо, очень. Интересное упражнение, но прицепс. О, блядь. Я так скажу, что я больше пропотел, когда помогал тебе, чем когда денировался. Блядь, ты несел. Самому интересно, как пойдет, если бы не наебнуться вперед. Всем интересно. Тяжело подсесть, блядь. Сука. Ну, давай пожавлять. Надеть коронное. Ну, да, как-то тихо было, где? Давай, Паша! Все же этого ждут. Вроде бы и состояние такое, как бы. Давай, Паша! Вот это оно. Хорошо. Непривычно я, блядь, в поезд расстегивать, а у меня этот колхозный, свой дома, блядь. Ну как, старик? Пока 270. Следующий сколько будет? Блядь, не знаю. Думаю, либо 90, либо 300 идти. 300! Сразу 300? Конечно! Можно 300 хули. 300 это любой лох потянет. Сразу 300! Не знаю, какого дня, ребята. А, ну, наоборот. Да, ладно. Ясно. Да. Ясно. 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 Я потом вспомнил, она там. Ну как, стриг легко? Да, просто очень непривычно. Четыре года не одевал. Давит все, там без. Надо чуть-чуть в движение попасть. Следующий вес какой? Я думаю, 320. Ребят, вот это я понимаю, музыка пошла. Появился диджей Паша. Вот такая музыка должна в зале играть. Доброй ночи, Ливия. Как по ощущениям? Что? Как по ощущениям? Легко. Понятно. Следующий, какой вес? 240. Городка. Мама и папа были молоды. И звезды с нами говорили. Обещали, что все исполнится. Неужели нам это приснилось? А ты не думаешь, что ты одна? В рубле за тобой наблюдая взгляд. Давай, 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 пойдет, пойдет. Хорошо. Ну что, старик, скажешь? 330. Точно? Я потянул. А сколько тянет твой тренер? Мой 340. Говори, дальше 350. Мой 340. Продолжение следует. На штанге 350 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай-давай-давай! Ёбаный в рот. Ну не пошло, ну ничего, дядь. А то было 340. Паш, тебе вообще как было? По ощущениям? 60 потянул. Может и 70 будет. Сильный, сука. Надо снять и сука, без, блядь. Ну давай, я музыку буду подкладывать. Зай, гамки, пожалуйста, пытайся. Сейчас что-то пизда снимать. Тихо, тихо, тихо. Нежнее чуть-чуть. Это, блядь, ноги, сука, не держат. На последнее ты так скажешь, что в этом зале тренироваться одно удовольствие. Стреть.